Всем привет, друзья! С вами Андрей Броскей, и мы продолжаем играть в Spyro Reignited Trilogy. Это третья часть. Я подозреваю, что, возможно, заключительное видео. В предыдущей части мы уже победили главного босса, и... Ну, практически-практически выполнили всё, что можно в игре, но, опять же, всё да не всё. У нас осталось 4. Найти 4 яйца и... Сколько у нас там? 580 джемов. Игра пройдена на текущий момент на 91%. Я, конечно же, подсмотрел, друзья, почему я не смог собрать все яйца. Всё очень просто. Я пропустил в некоторых мирах локации, что, в общем-то, я и говорил в конце прошлого видео. Я говорил, что, как и было в предыдущих частях, что-то я не досмотрел. Естественно, не все посещены у нас порталы. И, соответственно, не все пройдены уровни и не все собраны яйцем. В общем, одно за собой влечёт другое. Итак, здесь должна быть локация... Сержант Bird's Base. Нет, по-моему, сержант у нас на 100%. В общем, здесь должны где-то быть порталы, которые мы не посетили. Давайте их искать. Где находятся они, к сожалению, я не знаю. Но я думал, не составит особого труда нам, в общем-то, их найти. Так, погодите. Spooky Swamp. Только что... Только что... Только что... В прошлом видео мы как раз в нём были, но нам не нужен этот мир, потому что... Точнее, локация этого мира, потому что мы там уже зачистили всё на 100%. Сюда нельзя. Где же я мог прозевать? Где же я мог упустить? Так, а это что у нас? Это огонь. Я думаю, полёты. Думаю, ну если... Бамбуковая терраса тоже мы там были. В общем-то, я думаю, если мы... Можем летать, то я мог, в принципе, что-нибудь и не посетить. Но летать-то тут у нас не может. Spiro это special, улучшающий огонь, но никак не полёты. Ой, подождите, а вот там вот у нас Sparks. Может быть, нам за Sparks'а нужно тут поиграть? Ну, давайте попробуем. Привет, Spiro. Привет, Sparks. Я обнаружила ещё одно потерянное яйцо. Ага, ты можешь спасти его из паучьего города, говорит нам фея. И это миссия за Sparks'а. Отлично. Вот, в общем-то, что я и не прошёл. А, я искал портал. Оказывают задания. Окей. Лучше, конечно, вот эти задания за Sparks'а выполнять уже, наверное, после прохождения основной игры. Так, правда, я подзабыл, как им управлять. Угу. Ну, сейчас мы разберёмся. Так. Так. Вот это другое дело. Тиридидидим. Вау, чё-то было. Ты что, парниша, не надо нам такой. Как выглядят круто джемы. Так, у нас специальные патроны. Я взял ключ, но как отпереть дверь электрическую. Лучше бы они мне повторили управление. А, вот. Всё. Всё хорошо. В Багдаде всё спокойно. Вот он, Special. Квадратиком мы ускоряемся. Это у нас что? Это восстановление здоровья. Всё. Всё. Я забыл, как управлять парксом, просто. Пока мы не найдём ключ. Дальше нам не пробраться. Ой, блин. Это же цветочек, из которого они как раз и вылезали. Ты, глянь, чё творят. Так могут и покалечить нас. Набрал я тут и защиту, и специальные выстрелы. Не надо вот это, Андрюха, выдумывать английские слова. Говори, как и есть. Спешалы он какие-то нашёл. Ага. Нам нужно найти какой-то выключатель. Чтоб вот этих успокоить паучков. То они будут бесконечно у нас. Бежать. Что сейчас и происходит. Спаркс, бедняжка. Не заметил этого паука. Он как-то притаился там в углу. Да. Я отомстил за все укусы, которые вы мне нанесли. Этого в тиме не видно. Опять вот эти вот неуничтожаемые цветочки. Давай, Спаркс. Беги. Я думал, этим ключиком мы и откроем дверь. Что вообще происходит. Вот, блин. Вот засада. Вы посмотрите, как их много. Как от них спастись просто. Надо просто привыкнуть к управлению. Я реально забыл, как управлять Спарксом в этой мини-игре. Ну и здесь, кстати, уровень посложнее, чем тот, в котором мы играли изначально. Так что... Так что получается, как получается. Как хитро они спрятали кнопку. Хитрюги. Ой-ой-ой, тут еще и босс. Что ж вы делаете? Какие боссы у меня не здоровье, ничего нет. По углам соберем. Как я понял, оставшиеся кристаллы. Да, 200. Вот теперь... Вот теперь я доволен. Что мы хотя бы со сборами закончили. Когда ты остановишься. А, я понял. Надо еще одного паучка добить. Чтоб чудо случилось. Это, наверное, королева пауков. Не, конечно, не особо сильный босс. Но как-то неподготовлено я так к нему залетел. Хорошо, хоть джемы собрали. Где-то еще один, гляньте. Шарахается паук. Ну-у-у-у-у-у. Вы чего творите просто? А, перед боссом. Хоть перед боссом, но... Я был уверен просто, что я ее победил. А там она мне как-то зажала в углу. Ничто не предвещало беды, друзья. Да, пауки просто дотрагиваются. И они, получается, сносят здоровье. Ну, то есть, паук до тебя дотрагивается. У тебя просто полоска начинает уходить. Конечно, я понял, почему поражение. Всю, продержался весь уровень нормальный. В конце такая подстава. Субтитры сделал DimaTorzok. Ух, развались. Тути! Мы спасли Тути. Тути-фрути. Тути-фрути, оу-рути. Где у нас выход? Тути-фрути. Прощ 국 Devol numerousada тku olmuş. Веру сville-тюклер. uur Весел генератор. Через и бурдевак. Не перест shoots. Корректор А. Если проверена я был конкурировать, просто перестал. Юго-сер majestic нояги. Только в токомпе этого Gemelementа won. Вот это была мучшая表示. Стопроцентное прохождение, друзья, игры и... Не игры, а уровни, я прошу прощения, стопроцентное прохождение очередного уровня и теперь мы отправляемся в следующий мир, где у нас не выполнено было до конца задание. Итак, сейчас, одну секунду. Закрыл случайно. Подсказочку себе открыл, просто какие уровни не были посещены и теперь ее потерял. Итак, друзья, все верно. Нам нужно попасть в локацию Evening Lake, а то я на нее смотрю и не могу сообразить. Отправляемся сюда. Здесь у нас еще одна будет локация, доступна для поисков яйца и для, соответственно, сбора оставшихся джемов. Называется она «Риф морской звезды». Вот. И я подозреваю, что нам предстоит играть за Спаркса. Где-то я ее опять пропустил. Ну, сейчас мы точно узнаем. Потому что я за кадром не проходил, потому что мне хотелось, знаете, как эмоции, чувства, вот это вот все, что, 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 так, подождите, дом. А, «Риф морской звезды», я понял. Друзья, «Риф морской звезды» и раз у нас история со Спарксом, нам подняться наверх. Так вот, просто специально не проходил, можно было, как я делаю это, часто пройти игру, потом записать без комментариев. Но все-таки мне захотелось именно эту игрушку писать с комментариями, как я, в общем-то, и делаю уже третью часть. И, соответственно, я, кстати, гляньте, обратил на внимание, обратил внимание только сейчас, что потолок очень симпатично сделан. Какие-то там кени еще есть. Так, ну вот у нас стала доступна эта задача. «Принцесс Эми» показала мне место, называемое «Старфиш Риф», ну вот «Риф морской звезды». Она сказала, что там спрятано яйцо. Я думаю, что Спаркс может проверить. Интересные миссии, кстати, за Спаркса, они необычно выделяются на фоне всей остальной игры. И, с одной стороны, как бы здорово, что они остались на финал. Я вот сейчас только понимаю, что я не сообразил, вот в предыдущем видео, когда я проходил, то есть и до этого, я не сообразил, что вот эти вот локации за Спаркса, их нужно поочередно просто посещать их, где у нас находятся таблички. И тогда ты сможешь двигаться вперед. Ну, теперь все получается. Так, Спаркс, что такое? Ребята, не надо нам тут. Сейчас я пытаюсь просто освоиться лучше в управлении, но что-то у меня не получается. Сейчас на вам скажу. Сначала я не сообразил, почему в пузыре Спаркс, вот, ну а теперь-то все стало ясно и понятно, мы ж, в общем-то, находимся под водой. Это ж не просто так, ритм морской звезды называется уровень. Вот, и морские звездочки пытаются с нами тут конфликтовать. Ну а что ты такое? Субтитры сделал DimaTorzok Кое-что-то их много. Там, наверное, распаун, ракушка. Да, даже две. Но мы справились. Что тут у нас еще? Симпатичные такие локации, не знаю, мне нравится. Она, знаете, больше как двухмерная игра. Ну, она 3D, но... То есть у нас тут вид сверху. И получается как будто сайт-скроллер. Играется проще. Сильно заморачиваться не надо. Хотя я вам признаюсь, там предыдущий уровень вот этот с пауками. Ух, мне там, конечно, тяжеловато пришлось. Думал, не выберусь. Стой тут. И тут будем, буду честен. Не все так просто, как хотелось бы. Так, можно вроде направо. Карты не хватает. Нет, направо сейчас нельзя. Видимо, позже. Вот, и наверх. Вот если бы карта была, вообще было бы... Все идеально. Ну, все и так отлично. Я имею ввиду, идеально для зачистки, знаете, локаций. Потому что сейчас приходится в каждый уголок заглядывать. Чтоб собрать все на 100%. Думал, мне не откроют уже дверь. А, понятно. Тут ракушки тоже. Так, где там у нас больше стрельбы? Что-то жизни мало остается. Ух! Потихоньку справляемся. 14 735. Драгоценных камней практически 15. У нас уже практически 15. Ну, мы, конечно же, вернули свои джемы. От толстосума. Он же денежный мешок. Это нам, конечно, добавило в копилку. Неплохо так. Ух, немножко восстановили жизни. Может быть, есть смысл вернуться? Ой! Ой! Думал, босс будет морская звезда. А тут... Кто тут? Кто тут? Или это не босс? Тут скат. Вот и закончилось мое оружие. Ай! Это, знаете, промежуточный, по-моему, босс. Нет! Фух! Ой, какой он страшный. А нет, это босс, друзья. Там такое имя. А Хан Шна, по-моему. Я, короче, в шоке. Таких имен я не знаю. Ну, я даже не смог его сразу прочитать. Ой, блин, блин, блин! Куда ж ты вышел? Там... Как можно было так, по глупости, запороться? Собрал, получается, все... Ну, яйцо, естественно, собрал, потому что оно одно тут было. Вот, и уровень до конца прошел. Но не собрал все джемы, сто процентов. Вот сейчас будем смотреть. Когда я подумал, когда я увидела этого рыбу, не знаю, шип или игла на там, я думал, о тебе конец. Но... Магия из яйца сделала тебя даже сильнее. На один... Подождите. А у меня теперь больше на одно соприкосновение, что ли? Да, 182, друзья. Не собрал. Не собрал до конца, и что теперь делать? Феечка, отправляй меня назад. Да, я хочу вернуться. Он говорит, уже все сделал здесь, Спаркс. Но если хочешь, я могу тебя отправить назад. Ну, конечно, придется нам возвращаться, как по-другому. Там не собрано 8 джемов. Какая долгая загрузка. А, нет. Видите, я свыпаюсь. Че там? Че там джемы-то плавают? Откуда? Мне все кажется, этот пузырь у меня какая-то защита. Но я вот глубоко заблуждаюсь в этом. В самом начале, в самом начале у нас были драгоценные камни. Я их не забрал. Че делать? Как нам быть? Как нам туда попасть? КОНЕЦ 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 Ай, зацепили. И еще раз зацепили. Та попадешь ты уже в эту ракушку. Ну, что такое? Это было безумие просто. Щит. Я прям сам лезу на эти выстрелы. Че вообще происходит? У нас тут сраженных ракушек, видите, разные враги появляются. Плывем дальше. Все зачищено. Я пропустил несколько джемов и все. Спаркс, конечно, стреляет как из пулемета. Вот, но меня, блин, все равно это не спасает. Я умудрился погибнуть. А тут умудрился получить урон, используя спешл. Я везунчик просто. Просто-напросто везунчик. В общем, да, я там сказал рыбаигла, че-то такое. Скат у нас, естественно, в конце. Босс, а не звезда. Блин. Ну как можно было не взять жизнь? Сейчас меня захалывают. Маленькие скатики. Что ж ты делаешь? Не позорь меня, Андрюха. Выровняй руки. Ух. Так. Вы уже получили это яйцо. И название я опять не прочитал. Ничего, можно нажать на паузу, в принципе, посмотреть. Но меня другое интересует. Где? Вот они, джемы эти. Ну я же так и знал, что сюда нужно заплыть. Все, 200 собрано. И теперь на выход. Левел комплит на 100%. Ух, друзья, серьезно. Как так вообще приключилось? Итак, 100% прохождение. Это здорово. Наша следующая цель. В этом мире мы зачистили все. У нас собрано 148 яиц. Осталось 2 яйца и 180 джемов. Так, Evening Lake. Риф морской звезды. Сейчас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь уровней здесь. Вот. А в Midnight Mountain, полуночная это гора. Тут у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь открыто. А их у нас, друзья, здесь... ...восемь. Плюс у нас еще есть бонусный уровень. Вот. Но я думаю, что, скорее всего, я не нашел снова Спаркса. Миссию с ним. Давайте в Midnight Mountain отправляемся на полуночную эту гору. Читаю название. Тут на русском. Кристальные острова, пустынные развалины, буйная огромница, шахты динозавров. Это Дина Майнос, который... А, Майнос, шахты. Тю, ну, правильно, динозавры были с динамитом. Дина Майнос. Вот игра на слов. Морской спидвей. У меня, получается, нет... Ну, там, морской... Ну, вообще-то, Харбор, это пристань или порт, как-то так, гавань. Вот. Немножко не морской он, получается. Фабрика робожуков, друзья. Вот фабрики робожуков я тут не наблюдаю. Так что нам придется ее искать. И, соответственно, искать ее нам придется недолго, так как это 100% миссия за... Спаркса. Только вспомнить бы, где мы его тут находили. Ну, тут локация особо небольшая. Доберемся до него. Тут его явно нет, но хотелось заглянуть. Спаркс, Спаркс, Спаркс. Проблема моя в том, что я не запоминал вообще, где он был. А, вот и он. Еее! Он находится в Харбор Спидвей, между Харбор Спидвей и Динамайнс. Да, привет. Дота, перед тем, как ты... Дашь под задницу, короче, магички этой, ты должен посетить фабрику жуков. Вот. Ну, и, в общем, придется сражаться Спарксу. Ну, ты не переживай. Я думаю, они ни в какую... Ни в какое сравнение с Спарксом не пройдут никакое сравнение. Спаркс просто супер. Ну, посмотрим сейчас, что за фабрика жуков. И на сколько Спаркс супер. Что за жуки вон с ключом? Понятно. Такого не было еще, что делать. Ух! Ну, просто как обычно, нужно было выстрелить. Я вроде бы дотронулся до него, но особо вроде ничего и не произошло. Такое впечатление, что он просто оглянулся. Ого! Есть сам здоровый робо-жуки. Так, и еще один у нас тут с ключом. Но сначала нужно вот эту вот мамку забороть. А, мы просто его сбиваем, он роняет ключ. Понятно, как это работает. И нам нужно успеть его выхватить. Окей. Да, робо-жуки аж поагрессивней будут. Это такой, знаете, предфинальный вообще уровень. Если бы я по порядку проходил. Сначала у нас тут серьезный файт Спаркс участвует в серьезном файте. А потом уже Спайра. Вот. Ну, я думаю, и в таком порядке, как я прохожу, тоже все окей будет. Кстати, также вычитал, что если выполнить все задания, вот эти вот поинтс, поинтс, мы получали очки дополнительные, скилл поинтс, очки умений, то в игре откроется дополнительный финал, секретный. Ну, точнее, не финал, а эпилог. То есть, видеоролик, в котором покажут, как сложилась судьба героев из этой игры. Ну, на самом деле, мы пронаблюдали, что Хантер со своей подружкой все-таки нашел общий язык, и они там влюбились в друг друга. В общем, все закончилось у них здорово. Вот. Ну и, как вы поняли, Спайра тоже не скучал. И с девчонкой из второй части тоже решили проводить время вместе. Вот. Может быть, это и есть тот самый финал, а может быть и нет. Постараюсь я пройти, выполнить все эти дополнительные испытания, посмотрю, что он там с собой представляет. Если что-то интересно, обязательно выложу в конце плейлиста этот видосик. Так что, если вам любопытно, сможете посмотреть. Конечно, ставьте лайки, потому что я представляю, сколько это предстоит мне усилий потратить, чтобы скиллпоинты получить. Это не просто пройти на 120%. Кстати, в данной части 117. У нас получается 120 в первой игре, 100 во втором Спайра, и 117 можно в третьем получить. Так, они меня зажали. Ты что делаешь? Сверхагрессивный жук. Одно касание. Ну, может, два максимум осталось. Вот это я залетел в коридорчик. Так, оно отстань, отстань от плеча мой. Ууу, собраны все 200 из 200 кристаллов. Так, выход где-то направо, по-моему, тут был. Ой-ой-ой, ты что вообще такое? Дайте жизнь. Люди, будьте людьми. У меня одно... А-а-а, вот это... Обалденный, кстати, босс выглядит потрясающе, но как же так получилось, что я пришел к нему с таким маленьким количеством здоровья. Обалдеть, он разделился на два, на два. Теперь в два раза сложнее будет с ним сражаться. Ну, я подозревал, что я не смогу с первого раза. Тут вообще претензий у меня даже к себе ноль. Просто я надеялся, что будет в этой локации, хотя бы там... Хил, что ли? Хотя бы хилку бы дали. Ну, главное особо просто перед ними не появляется, потому что как раз, когда я перед их лицами, даже это лицом тяжело назвать, перед их мордочками вылетаю, они начинают по мне стрелять. А вот если находиться со спины, то атаку они не наносят. Ой, блин! Ой, блин! Вот о чем я и говорю. Ну, можно, кстати... Вот, одни меньше, будет полегче. Можно, кстати, отбивать их выстрел. Вот, но надо четко как-то в него попадать, он очень быстро летит. Соответственно, сделать это очень тяжело. И вот сейчас, допустим, вроде как вообще не сработал. Вроде бы попал. А эти наблюдают жуки, слушайте, за файтом. Ну что, я победил. Видали? Аннабель. Мы спасаем Аннабель. И это 149-й дракон, друзья. Соответственно, уровень тоже зачищен на 100%. Можно смело выбираться. И теперь мы пойдем вскрывать секретную дверь. Но у нас еще одно яйцо. Не найдено. Где оно находится, я, честно говоря, не знаю. Вот, я подсмотрел подсказки, там все это дело. Вот. Но как найти яйцо 150, тут не написано. Кстати, было очень тяжело найти информацию о том, как пройти эту игру. Что удивительно. Просто сам я не справлялся. Я что-то такой, что вообще произошло? Вроде бы все локации обшарили вдоль и поперек. Но вот этот Спаркс, он меня, конечно, немножко подставил, так сказать. Я не понимал просто реально, что делать. Какие порталы искать. А оказалось, нужно просто искать таблички со Спарксом. И где он раньше не появлялся, он там, соответственно, появился. Окей. Мы должны пройти тут все вдоль и поперек и найти путь к той секретной двери. Вау. Что-то я не помню такого крутого полета. Направо, это на самое начало. Раз эта дверь. Мы просто к ней добирались вот от того маяка в прошлый раз. Супер бонус рум, друзья. А ну-ка, пани. Свернулись калачиками. Супер бонус рум. Ну что, смотрим, что нас ждет. А, да, кстати, 1520 у нас собрано. И... Ой, 15 020 у нас собрано драгоценных камней и 149 яиц. То есть, еще одно яйцо где-то нужно найти. Где? Возможно, в этой комнате секретной. Где? Мне, кстати, в первой части понравилось, что мы попали в логово Ринака или как его, главного этого врага. И там у него плакаты. Вот это было интересно посмотреть. Во второй части как-то там был целый парк, но он как-то не так воспринялся. Но надеюсь, тут что-то будет вот ближе к первой части. Интересно. Так. И почему, интересно, во второй игре они решили сделать 100%, а не там 120 тоже. Оу, наша старая знакомая. Наконец-то ты это сделал, Спайро. Хантер, немножко переживал за тебя, когда ты собрался сражаться с колдуней, но я знала, что ты ее победишь. Это место, где Мах держит все свои сокровища. Так, но после того, как она была поражена, побеждена, украли все ее богатство. Если ты сможешь поймать воров, соответственно, ты можешь оставить себе все сокровища. И, кстати, где-то здесь Хантер он провозился со своей новой игрушкой целый день. Ты должен его увидеть. Хорошо. Мы обязательно с ним встретимся. Ха. Я такой, типа, сразу секрет. Так же, что у нас карта... Ой, меня инопланетяне не своруют. А ну, иди сюда. Могла бы ему подножку подставить. Стои. хе-хе-хе. Ого, неплохо. Мне нравится, когда в таком количестве залетают сокровища. и у вас здесь будет посложней. с прыжками там. Все серьезно. И тут направо бежать. Догнал бы его, если бы направо все-таки повернул правильно. Сглупил. Хе-хе. Мне нравится их бодать. Но они тут не особо быстро бегают по сравнению с тем, как бывало там маршруты, пока что попроще. А тут нужно 18 с половиной тысяч собирать, чтобы еще один секрет открыть. Сейчас мы всех вас поймаем, не переживайте. Ты посмейся пока у тебя есть такая возможность стоять. Вот этот бонус уровень мне нравится больше, чем во второй части парк. Я не знаю, почему. Парк был по-своему прикольный, я тоже был в восторге от происходящего, но тут вот все такое беленькое, снежок. Я играю, кстати, сейчас уже декабрь месяц. Друзья, сегодня 1 декабря, я записываю игру. 19-го года, ну попала она ко мне, как вы понимаете, позже. Тут 17 тысяч дверь, кстати, открыть можно, а тут 16. Вот, чем она вышла. Но от этого она хуже не стала, я вам признаюсь, я получаю огромное удовольствие, надеюсь, вам тоже нравится происходящее на экране, и, соответственно, мои комментарии. Хочу услышать ваши комментарии по завершению игры, после того, как я выложу на YouTube. Я, кстати, на YouTube опубликую вот, не буду первую, вторую часть, а потом третью. Так, тут вот что-то не получается. Нет, подгорел задок. Вот, ну и, соответственно, хочу узнать ваше мнение, что вы скажете, как вам понравилось или нет. Готов. Ой. Так, 16 тысяч открылась какая-то дверь. Спаркс, что скажешь? Тут мы еще не все насобирали, но 16 тысяч. Ну, давайте заглянем, что ты так. Вау. Привет, Хантер. Ты видел Бьянку? Она очень за тебя переживала, когда ты отправился сражаться с колдуней. Вот, она пыталась, конечно, выглядеть спокойной, но на самом деле боялась до чертиков. А я только что закончил ремонтировать старую субмарину. Хочешь попробовать прокатиться? Да, давай. Запрыгивай на борт. Мне нужно просто пострелять этих ребят и все. Наверное, субмарина, как обычно, выдерживает только одно попадание. А, я понял, с них мы собираем тоже бонусы. Причем в хорошем таком количестве. Главное, чтобы они в меня не выстрелили. Было бы неплохо, если бы подводная лодка выдерживала больше, чем одно попадание. Или тут они вообще стрелять не будут? Конечно, если они не будут стрелять, то вообще великолепно. так, куда-то там дружок убежал, иди сюда. Похоже на пещеру, которую мы как-то посещали с этими тоже подводными лодками. только она здесь светлая. Да что ж ты не протиснулся? Хотел сказать Рэчет. Представляете, какой эффект создает эта игра? да, Враг коваренный хитер, но мы его сейчас... Вау, он в другую сторону, может быть, так будет удобнее, но если он опять будет оплывать этот... по одному тому же маршруту следует но от меня не уйти 7 из 7 А что нас не вернут назад? Я как бы выполнил получается... А, тут у нас еще и секретное яйцо, друзья, и супер... супер бонусная комната пройдена на 46% у нас получается собрано 2332 драгоценных камня из 5000 Здесь как-то нужно попасть наверх А вот и путь наверх 20 тысяч Чтобы эту дверь открыть нужно 20 тысяч А у меня сколько подвезти у меня 17 Вот у нас очередная дверь Ха, привет Зацени Это самый быстрый с... это снежный короче сноуборд сноубордные курсы Сквача Сикс Говорит Если ты победишь мы получим огроменную награду А если ты проиграешь мне придется своим языком облизать всю гоночную трассу Готов сразиться Готов постараюсь Только не проиграю потому что мой язык будет немножко в пупырышках Да я бы как бы не против а как ехать вообще Не проиграю Че вообще тут происходит Трасса конечно анриел нереально крутая но блин нужно хотя бы в управлении разобраться не говоря о том чтобы уже первое место занять тут еще видите много камушков на трассе ага все тут можно делать трюки я понял это вот это это то же самое что у нас было на пляже там в общем происходили тоже у нас гонки и там я запомнил один момент догнать можно только ребят если ты делаешь трюки и не ошибаешься вот и соответственно постоянно ехать на ускорение не очень кстати там было легко там было вообще нелегко я понимаю что здесь еще сложнее и я уже боюсь просто подумать сколько раз мне придется переигрывать что ребята уже финишировали эти а эти обогнали меня на целый круг как я понял окей ну что я могу сказать придется всю трассу облезать хантеру ну а что делать тут еще есть звезды их тоже желательно использовать ай если бы не ломалась еще доска вот там чуть не неправильно приземлился и все кранты не 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 н они не 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 они дают они не они да еще немаловажно конечно на этой трассе собрать все драгоценности я думаю мы язык замерз и дата not loose again лучше тебе снова не проигрывать удачи тебе он даже он слышите стал по-другому говорить облизал всю трассу блин но это вообще беспредел тут если раз просто падаешь они отрываются тебе их не догнать вот в общем то в чем проблема еще тут можно очень легко упасть по сравнению с той же трассы которая была на пляже а было гораздо шире просто и без с одной стороны там хотя бы были какие-то хоть упор и тут чуть налево чуть направо и еще если ты делаешь одно сальто тебе не засчитывают ну тебе не дают ускорения вот в чем проблема минимум два да еще вот такая вот штука ты делаешь как бы сальто все и все дела вот а у нас то трасса нереально крутая я имею ввиду что она очень тонкая тону это беспредел надо привыкнуть просто ту трассу чтоб пройти я бы я играл около часа тренируясь делать правильно трюки заучивая трассу правильно правильные тайминги ну и все это вот просто зачем ее в бонус они засунули я прям боюсь даже у них поинтересоваться они ненавидят детей просто разломался ну честное слово я страдаю там еще нужно как я говорил попасть на самый верхний трек вот из этих трех то нужно набрать это ускорение чё ты творишь снова заморозил он язык но что делать это вообще тут какие-то глюки как вот он улетает туда наверх непонятно то есть все что же прыгнул тоже ускорился почему я не долетел там кстати был еще это очки умений типа сбейте всех крабов на трассе вот я получил кстати тут наверное тоже нечто подобное есть за что-то зацепился но ха-ха два просто делай хотя бы два кувырка и и достаточно в идеале конечно три просто мне нравится то что допустим один а если ты делаешь кувырок тебе не засчитывают вообще то есть ускорение тут сделано каким образом еще раз повторюсь ты делаешь кувырки ну делаешь трюки ты получаешь соответственно бонусы если ты делаешь один кувырок вот я сделал то никакого бонуса ты не получаешь то есть минимум два два кувырка это еще та история поверьте тут один не всегда удается сделать потому что он всегда как-то криво приземляется то есть чуть-чуть аналог ты потянул не так как надо все или ты можешь врезаться в какую-нибудь стенку сейчас вот аналог неправильно был потянут ну то есть не то что я я как бы на себя тяну его и все но там там малейшая прикосновение ну вот я летел ровно на доску да я конечно в угол этой скалы но нельзя было так делать что ты в угол типа прилетаешь и тебе труба я вот тут молчу вообще дали бы хотя бы скорость и зачем было так челенджи вот создавать эту это же бонус левел и ядрить как как платить а повезло неожиданно но все равно 3 круг я тут никого уже не догоню поля сейчас будем стараться будем стараться побеждать это было вы были знаете такие пару тренировочных заездов посмотреть что к чему до трек придется тебе облизывать ни один раз ничего так начало в общем где я и где побеждать ладно делаем два кувырка не надо вот просто если ты делаешь блин там допустим 4 то ты такую полоску набираешь но 4 то сделать нереально поэтому хотя бы 2 и окей сейчас надо залететь еще наверх забрать эти оставшиеся кристаллы а и если помню просто если помню еще как-то выравнивался к низу или не разбивалась бы доска было тогда вообще тогда бы было забавно а так это реально просто мука я уверен что все кто играет спайра не играл раньше знают что это действительно очень-очень тяжелая история но зачем я начал вперед крутить сам не знаю тут у нас об угол разбил доску На нижнем треке вообще невозможно тут что-то разогнаться. Если ты сюда попал, пиши пропал. Можно, кстати, влево-вправо еще крутить доску. Блин. Вот, но я даже не знаю, мне кажется, он сложнее. Хотя, хотя нет. Мне просто нравится больше вот этот трюк, когда назад ты кувыркаешься. Просто вероятность его надежнее. Вот что это было. Он просто улетел влево, просто улетел влево. Поэтому крутим сальто назад. Это я не буду даже комментировать. Игра сначала подумала, что меня сбросила, но потом она поняла, что я все-таки на трассе и попыталась меня туда вернуть. Я еще и от краба сверху там получил. Это я, без уничества. Какая-то магия только что произошла. Он стал быстрее ехать. Видимо, меня протаранили сзади. Тут, кстати, эти так лихо крутят трюки. Но он делает одно сальто. Я не знаю, как потом он делает ускорение. С одного сальто ускорения не делается. Вот смотрите, доказываю. Раз. А нет. Видимо, потому что я долго... Ну, большой промежуток. В воздухе был. То есть, находился в воздухе. Вот сейчас два сальто и посмотрите, сколько дали. То есть, вот сейчас одно делаем. Ничего не дают. И тут не зависит от чистоты там трюка. Просто если ты сделал один кувырок, ты не получаешь ускорение. Потому что это хардкор. Только два. И еще тут нужно... Короче, чтобы тут занять первое место, я уже понял. Тут нельзя ни разу, естественно, упасть. И тут надо проехать всю трассу на ускорение. Я, кстати, три кувырка сделал. Сейчас бил краба. И за это я получил ровно такую же полоску ускорения, как и когда я сделал просто двойное сальто. Так, главное не падать пока что. Ай, жадность. Грани чищая с безысходностью. Это было позорно. Да, там полоска наполнена больше, чем она есть. Это хороший был запас. Позволит нам немножко сократить отставание от лидеров. Не жадничаем. Тут я уже понял. Видите, какая история. Главное, залететь там наверх. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну-ка у нас... Друзья, у нас как бы это первое место. Главное не падать. У меня шрунки начали трястись. И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и все существуют из скейтбординга. Настоящее название. А потом сказал, и мы немного еще заработали вот этой сияющей фигни. Ну тут, слушайте, ну джойстик, гляньте. Это просто... Это реально вибро, короче, в джойстике. Представляете, какой только что был массаж рукам. Так, 18700 с чем-то. Я думаю, второй раз проходить не нужно. Давайте возвращаться назад. Бегут очки, и раз у нас 18000, значит нам доступна для посещения какая-нибудь новая локация с какой-нибудь новой, очередной, интересной задачей. 75%, 3774, еще осталось у нас 1326. 2326, но это не так уж и много. И на 112 уже выполнено процентов. Игра вот тут вот что-то нас ждет, похоже. Крутенская. А кто-нибудь что-то расскажет, или мы просто вырываемся в полет и начинаем всех истреблять. Ой, могли бы дать бесконечный, правда ведь? Полет, ну все-таки это же бонусная игра. Айлбом. Ой, нашел кристальчик. Привет. В самом начале, кстати. Так, а что у нас, что у нас, что у нас, что у нас? У нас здесь взлетно-посадочная. Хотел снова пролететь через пауэрап, но увидел, что у нас в принципе еще в запасе. Есть, готов. У-ху! Двое. Двое минусанулись. Еще пять. Еще четыре. Вдруг не падай. Что ты творишь, Спайра? Да. Четыре. Уничтожено летающих тарелки. Осталось три. Как бы... Мысли. Мысли по поводу происходящего. Но обидно, что не попал. Вроде бы все так четенько было. Большой уровень. Он классный уровень. Действительно лучше, чем в... Во второй части. Сделали. Больше свободы. И разнообразнее все-таки. И проще. Не учитывая этих гонок. Хотя, пройти их там с какого? С третьего или с пятого где-то раза. В общем-то, это не так уж и сложно, как оказалось. Просто была проведена большая тренировка. За кадром в локации с... Ну, с этими, с гонками на пляже. Окей, привет еще. Вот. Один. И его кореш. Второй. Ха-ха. Не уйдешь. Готово. 19 тысяч, друзья. Не 19 тысяч, а 20 тысяч. Этот уровень зачищен на 100%. Подождите. 20 тысяч. 20 монет. Монет. Почему так? Может быть это глюк? Я не знаю. Woo a secret egg. Woo секретное яйцо. То есть мы здесь собрали, получается, на 100%. Все драгоценности. И вот здесь, похоже, у нас ждет это секретное яйцо. А, тут у нас еще и битва будет. Я не знаю, как она это сделала. Но, по всей видимости, все хочу ее магичкой назвать. Колдунья выжила в последней битве. Ну, конечно, она же там рукой, руку из лавы, и схватилась. Высунула руку из лавы, и схватилась за берег. И ядрить, колотить. She's been waiting here all the time, saving up her magic to destroy you. Она, значит, все время находилась здесь, и ждала тебя, чтобы уничтожить. Лучший способ ее победить, это использовать мой летающий вот этот вот супер-глайдер, короче. И ты так сюда долго добирался, Спайро? У тебя тут неограниченное летающее время теперь будет доступно. Я знаю, что ты сможешь ее победить. Ну, неограниченное время, это хорошо. Она будет с нами файтиться, или она будет только улетать? Ууу! Не, ну вот это вот позабавнее будет. Полеты. Если бы еще у него был огонь такой, знаете, как с пулемета. Как Спаркс стреляет в этих бонусных уровнях за Спаркса. Вот это было бы вообще по фану. Ну и так невероятно, все здорово. Просто можно же помечтать, правильно? Давай, давай, еще один. Ууу, хорош. Ну, из этой фиолетовой жижи, наверное, она уже не вылезет. Юнг, Янг. Ой, это их двое здесь. Обалдеть. Ой, сразу перекусить. В общем, мы спасли еще двоих. Получилось не 150, а 151. И тут, когда мы прибыли назад в родной свой городок или деревушку, что оно такое, то тут оказалось еще один уже дракончик у нас созрел. Ну и хороший малый. Вот такой вот, друзья, оригинальный финал, когда мы собираем все предметы, ну, я имею в виду все драгоценные камни, все находим яйца, соответственно, получаем вот такой финал. Так, как-то можно увидеть просто процентное свое прохождение. Получается, все три части зачищены. Я максимально насладился игрой. Не все, конечно, получалось. Вы меня извините за некоторые проблемные моменты. также не совсем был точен перевод, конечно, английский. Я вас предупреждал, сразу думаю, там ничего страшного. Вот, но хотелось бы, чтобы игра просто была на русском, тогда бы можно было, конечно, максимально кайфануть. Но она у нас есть только в английском варианте, и на том спасибо. Возрожденная трилогия просто потрясающая. В итоге 150 у нас написано, хотя из последнего яйца действительно вылезло два дракончика. Так вот, 150 у нас собрано яиц, 30 жизней, 2000, ой, 20,000 20 собрано драгоценных камней из 150. Естественно, игра выполнена на 117%. 13 часов потратил я на это прохождение. Самое долгое и самое, знаете, неоднозначное это все-таки третья часть. Тут много нововведений, правда, не все работало гладко, больше нервничал чем в предыдущих, но тем не менее удовольствие я получил максимальное. Надеюсь, и вы тоже обязательно ставьте лайки, комментируйте, давайте пообщаемся, проходили ли вы эту игру, расскажите мне, проходили ли вы новую версию, либо вы играли только в старую, нравится вам эта игра или нет, понравилось вам это прохождение или нет, в общем, давайте общаться. Вот, спасибо вам огромное за то, что были со мной, для вас, как всегда, играл Андрей Броскей в ближайшее время. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok